Шалом, дорогие друзья! 16 числа месяца Тишрей, Аут-Ребе обращается к своим хасидам, которые приходят к нему с просьбами о благословении, с такими словами. Велика страсть некоторых людей, обращающихся ко мне за советом к удовлетворению материальных потребностей. Из-за этой любви к нуждам своего тела приходят ко мне хасиды просить совета в материальных делах. Он также сразу оговаривается, что речь не идет о чрезмерном увлечении хасидов в удовлетворении своих материальных потребностей. А причина состоит в следующем. Их стремление к благосостоянию во имя небес, чтобы служить Всевышнему в полную силу, с горящим сердцем, подобным углем, пылающим и пламени. И разумеется, материальные стороны жизни для них далеко не основное. И хотя стремлением к потребностям тела направлено ими во имя небес, однако они настолько погрузились во все это, что ими уже овладела любовь к материальному. Такая любовь создает помехи человеку заповеданному. Потому-то они так огорчаются, сталкиваясь с лишениями, да упасет нас от этого Бог и смилуется над всеми нами. Эти люди настолько не готовы терпеть житейские тяготы, что теряют рассудок и, стаптывая последние башмаки, ходят из города в город, дабы искать совета на краю земли. Буквально искать совета вдалеке. Аутер Эбе, очевидно, намекает также на то, что он далек от вопросов, связанных с коммерцией, и не может что-либо посоветовать тем, кто обращается к нему за советами в этой области. Почему же действительно Всевышний не спасывает человеку страдания в этом мире? И как, согласно Торе, нужно относиться к проблемам в материальном мире? Значит ли это, что спрашивать советы у мудрецов Торы и праведников не является праведным путем? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч!